Воры в законе побежали из России. Среди уехавших, Сыркач, Квежоевич, Котик-младший, Шляпа-младший. Законники не стали дожидаться окончательного принятия антиворовского закона, и многие из них к этому моменту уже покинули Россию. Воры в законе начали активнее уезжать из России. В том числе это может быть связано и с принятием нового закона, ужесточающего наказание за причастность к воровскому миру. Напомним, на днях президент Владимир Путин подписал выдвинутый им же самим закон, предусматривающий уголовную ответственность за факт лидерства в преступной иерархии, статья 210.1 УК РФ. Наказание за это теперь составит от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до 5 миллионов рублей. За создание или руководство преступным сообществом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет и штраф до 5 миллионов рублей. За участие в собраниях руководителей ЙОПК – лишение свободы и сроком от 12 до 20 лет и штраф до 1 миллиона рублей. Правда, как рассказал разбалту источник в правоохранительных органах, воры в законе не стали дожидаться окончательного принятия этого закона, и многие из них к этому моменту уже покинули Россию. Так, по данным издания, из Подмосковья в Турцию перебрался вор в законе Олег Пирогов, циркач. Там же сейчас находится Ромас Дзниладзе, Ромас Кутаиский, которого после освобождения из колонии должны были депортировать, но он сумел остаться в Москве. Законники Гуром Чихладзе, Квежоевич, и Георгий Калашан, котик-младший, отправились в Израиль. Руслан Гегичкари, Шляпа-младший, после освобождения переехал на Кипр, где сейчас как раз развернулся клан, руководимый его отцом, Роландом Гегичкари, Ролан Шляпа, и Мирабом Мзарило, Дуяке, и еще несколько мафиазей переместились в Болгарию. Любимые среди российских гангстеров европейские страны, такие как Испания или Италия, теперь ведут активную борьбу с преступными элементами из бывшего СССР. А ОАЭ, куда, например, перебрался законник Надир Салифов, Гуля, большинству воров в законе не по карману. В основном Россию покинули наиболее уязвимые криминальные генералы, которые могут в любой момент оказаться за решеткой. Участившиеся в последние годы аресты и возбуждения дел по 210 статье, оказали на многих свое воздействие. В России сейчас остаются все лидеры так называемого славянского крыла. Тюрик, Шишкан, Петрик, Аксин, Васа Воскрес. Тот же Шишкан, ранее большую часть времени проводивший в Италии, уже давно опасается посещать эту страну, и только Миша Лужнецкий продолжает курсировать между Швейцарьей и Россией. При этом стоит отметить, что в МВД пока не имеют плана по поводу применения вступившего в силу нового закона. Как заявил источник и разбалтов в органах, оперативники ждут более подробных разъяснений, как и в отношении кого использовать данный закон. При этом, по словам сыщиков, у них теперь сузится простор для оперативной деятельности. Дело в том, что, когда значительная часть законников находилась в России, на них можно было оказывать определенное давление. Это взаимодействие властей мафиази, например, проявило себя во время Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу. Благодаря негласной договоренности на время этих мероприятий снизилась активность барситочников, грабителей и воров. Поэтому, как отметил собеседник агентства, такая работа возможна, если воры в законе находятся в России, а не в условной Турции. Сейчас же получится, что сами воры за границей, а их пехота орудует здесь.